Итак, начнем. Я, конечно, виноват, что я зацепил эту тему. Это лирическое отступление. Лирическое отступление. На самом деле, о чем идет речь? Мы живем в миру каких-то представлений. Здесь написаны простые вещи. Настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа косматы, и нарекли ему имя Исаф. Если мы будем смотреть значение еврейского имени, Исаф, оно привязано к внешнему виду младенца. Это понятно? Потом написано. Потом вышел брат его, держащийся рукой своей за питу, и нарекли ему имя? Яков. Держащийся за питу. Корень? Пятка. Одно из значений, да, оставлять след, военная хитрость и так дальше. Но когда его называли, его называли не потому, что он будет хитрый, а потому, что он держался за что? За пятку. Все достаточно просто. Мы слышали массу проповедей, мы слышали изначально толкование его имени как лжец. И мы смотрели уже на жизнь этого человека со стороны этого взгляда. Если мы посмотрим комментарии раввинистические, мы узнаем, что они смотрели просто. Они смотрели очень просто. Держался за пятку, значит, якобы. Вышел красный волосатый, значит, писал. Никаких вопросов. Никакого глубинного смысла никто еще не вкладывал. Дальше говорится, что он человек был совершенный, кроткий, не расположенный к обману, искренний. И у евреев другое отношение складывается к поступкам Якова. Да, ошибся. Но послушайте, мои хорошие, нам нужно знать одну точку зрения и неплохо знать вторую точку зрения. Если мы будем смотреть на людей только с одной стороны, не зная вторую, мы будем какими? Не объективными. И я еще раз говорю, послушайте, мы же смотрим на Давида, как мужа по сердцу Господа, сладкого псалмопевца и так далее, и так далее, и так далее. Но когда мы начнем смотреть на его жизнь, мама, а как это сочетается? Как это сочетается? Почему он был злопамятным? Когда его военачальник убил другого человека, который помог ему приобрести остальные колена, и когда он плакал, он помнил всю жизнь. И тогда он сказал, я ничего не могу сделать, потому что он сильнее меня. И через всю жизнь он пронес память об этом событии. И когда умирал, он говорит, слушай, сынок, иди ко мне, там есть дядя. Так ты не забудь. Ты просто не забудь. Чтобы он спокойно не ушел из этой жизни. Это же он помнил всю жизнь. Ну, не все, как всю, а с определенного момента, когда он воцарился над Израилем. И он помнил, что он ничего не мог ему сделать, потому что тот был сильнее его. А когда он приобрел силу, тогда он сказал, угу. Теперь называется кинофильм «Вспомнить все». Когда шел семей, он выходил, убегал из Иерусалима, шел семей. И он ругался на него, да, бросал на него камнями. И люди, которые шли с ним, сказали, слушай, давай мы его убьем. И Девис говорит, не, не, не. Пускай Бог, Он видит мое унижение. А чуть-чуть попозже он говорит, слушай, ну ты умный, ты вспомни ему все, Соломон. Ты же не оставил его просто так. Это что значит? Смиренный именно Давид? Понятно, да? То есть мы можем на одни и те же события смотреть абсолютно с разных сторон. И Библия как раз и является Словом Божьим, потому что она показывает сущность человека, не приукрашивая его. Но мы неправильно будем поступать, если мы возьмем, сосредоточим все свое внимание на неправильных поступках Давида. И будем во всем искать именно то, что он был неправ. Мы неправильно так поступим. Но неправильно мы поступим, если мы забудем все, что он плохое делал. Понятно, да? Точно так же и про отца нашего Якова мы должны помнить о том, что он делал еще что-то хорошее. Было в нем что-то хорошее, было какое-то зерно в нем такое, что об отце нашим Яковом говорится, простите, намного больше, чем отца и его Ницхаки. Понятно, да? Что-то в нем было такое, на что Всевышний обратил внимание. Именно он стал родоначальником двенадцати колен. Именно он. Как это ни странно. Понятно, да? Я затронул еще тему возраста, когда он уходил. Ему было сколько, я сказал? Семьдесят шесть, не семьдесят восемь. Вам нужно будет посмотреть, во сколько лет Иосиф предстал перед лицом фараона. Сколько лет было затем изобилия? Голода. Когда пришел отец его? Два. Еще два года прошло, и пришел отец его, Яков. Сколько было тогда ему? А отцу его, Якову, сколько было? Спасибо. Во сколько лет он родил его? Девяносто 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 девяносто, понятно, да? Он был каким ребенком? Одиннадцатым. Одиннадцатым. То есть, он родился на тот момент последним, да? И когда родился этот мальчик, что-то его папа хотел сделать. его папа что-то хотел сделать. Он хотел покинуть дом гостеприимный Лавана. после рождения этого мальчика Иосифа, яков хотел покинуть дом Лавана. Но остался в этом доме. Для чего? Для того, чтобы работать за скот. Сколько лет он проработал за скот? А всего в доме Лавана он был сколько? Семь лет он служил за одну жену, семь лет за другую. Значит, от этого надо отнять сколько? Четырнадцать, чтобы узнать, когда он пришел в дом Лавана. Все просто? Срослось? Ты забыл про скот. А так все нормально. Все понятно? За семь лет у него родилось немного. Одиннадцать детей. Ну, там же он не от одной жены он рождал. Там их было как минимум четыре. Четыре их было. Четыре их было. Там еще пара наложниц было. Тогда можно было. Им было можно, нам нельзя. Все понятно? Возвращаемся в двадцать шестую главу. Лирическое отступление было. Возвращаемся в двадцать шестую. В главу. Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Ицхак к Мамелеху, царю Филистимскому, в Герар. И Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет. Живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле, и я буду с тобой, и благословлю тебя, и тебе, и потомство твоему, дам все земли сей, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потом статуя, как звезды небесные, и дам потом статуя все земли сей, и благословляться всеми не твоим, все народы земные. За то, что Авраам послушался глазом моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои, и законы мои. Окей. Значит, Бог является отцу нашему, Ицхаку, и говорит, так, то, что было завещано твоему отцу, я даю кому? Тебе. Он вступает с ним в какие-то взаимоотношения. 26 глава, с первого стиха я читал. Итак, клятву, которую я клялся Аврааму отцу твоему, и дальше перечисляется клятва, умножу потомство твое, да, дам землю эту, благословятся всеми не твоим все народы, он кому дает? Ицхаку. Здесь все понятно? Все понятно? Потомство, земля, благословение всех народов. Центральные вещи, понятно? Окей. Здесь все хорошо. Итак, он является отцу нашему, говорит ему, и тот его слушает. Он послушался, что ему сказал Бог? А в ответ тишина. Я же простой вопрос спрашиваю. Он явился ему, тот его послушался? не, это за то, что Авраам послушал, я понял. Я пока не про Авраама, я пока про то, что Бог явился отцу нашему, Ицхаку, и что-то ему сказал. Я спрашиваю. Он послушал того, что Бог ему сказал, или не послушался? Я же простой вопрос задаю. Причем требуется односложный ответ, да или нет. Кто за то, что он послушался? Кто за то, что он не послушался? О-ко. Остальные быстро читают. То есть, того, что я прочитал, было недостаточно. Я понял ваш ответ. Остальные воздержались? Кто у нас воздержался? Что ты на меня смотришь? Ты за да или за нет? Или за воздержался? Не послушался. Или послушался? Послушался, не послушался? Я не говорю. Так, вы что переговариваться стали? Вы советуетесь? Я понял, звонок другу. 50 на 50. Я спрашиваю, ну, я просто, можно деньгами, да, сейчас выйдите, отдадите. Итак, послушался или не послушался? Да, послушался. Отлично, понятно. Ему сказали чего? Странствовать. А он что сделал? Поселился. Разницу чувствуете? Другими словами, он не послушался мальчиком. Вторая часть, или, вторая часть, важная. Когда Бог являлся Авраамом, тот периодически чего делал? Ставил жертвенника. Не всегда, не всегда так было, но, в общем-то, ставил. Здесь мальчик чего делает? А не слушается. И жертвенник, собственно говоря, не ставит. Одно из пониманий, для чего ставит жертвенник, это сказать спасибо. Второе, выражение зависимости. зависимости. Здесь мы видим, что он воспринимает благословение как нечто само собой разумеющееся. И не до конца был послушан. В Иепет не пошел, но и не странствовал. И мы видим, что он стал великим человеком и возвеличился больше и больше, до того, что стал весьма великим. И были у него стада мелкого, стада крупного стада и множество пахотных полей. И филистимляне стали завидовать ему. похоже на жизнь кочевника человек, у которого множество пахотных полей. Навряд ли, по-моему. Навряд ли. По полям кочует, по своим причем. И понятно, и сел и схак в земле той и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь. На сегодняшний день, если вы столкнетесь с людьми, которые занимаются сельским хозяйством, и спросите у них, а урожай во сто крат это как? Они скажут сверхъестественная штука. До сегодняшнего дня. до сегодняшнего дня урожай во сто крат это неестественное урожай, которого ожидают земледельцы. Понятно, да? Тогда при том уровне земледелия понятно, что тоже было не совсем естественно. Что-то было сверхъестественно в том, что произошло. Но заметьте, скажите мне, пожалуйста, он что-то Богу дал? Нет. Мы не видим, чтобы он дал Богу что-то, за что Бог бы его так именно благословил. Мы видим, что он не до конца был послушен Богу. Но если он не до конца послушен, за что его было вообще благословлять? Гада такого непослушного. Надо было его наказать. Ну, по-нормальному, если он не послушался, что ему надо было сделать? А Бог что? Благословил. Бог благословляет не за что-то, а потому, что он добрый. Потому что он добрый. И он благословляет его за Отца. Но как это ни странно, из-за его непослушания даже благословение приносит ему некоторые что? Проблемы? И написано, и все и стали завидовать ему. И все колодцы, которые выкопали рыбы отца его в жизни отца его Авраама филистимляне завалили и засыпали землей. Вот вы и филистимляне. Непонятно зачем было засыпать землей, но можешь было самим пользоваться. Да? Можешь было самим пользоваться. Но они сам негам и другому засыпали. И Авимилех сказал Ицхаку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. Ну, Авимилех, судя по всему, знаком был с этим семейством. В прошлый раз вы помните, что было с Авимилехом? Бог ему пришел, говорит, ну все, за то, что ты такой умный, я тебя убью. Не надо было тебе трогать эту женщину. И через некоторое время, когда Ицхак поселился в Жирале, жители местности его спросили о жене его, и он сказал, это сестра, по-моему, весь в папу. Откуда это он знал это, что можно так вот именно. Потому что боялся сказать, жена моя, чтобы не убили меня, думал он, житель, вместо всего зарев, ревку, потому что она прекрасно видом. Ну, тоже, как Сара, она была прекрасно видом, и он тоже переживал. в общем-то за то же самое, за что переживал в свое время его папа. Но когда уже много времени он там прожил, Авимилех, царь филистинский, посмотрел в окно, увидел, что Ицхак играет с ревку, женой своей, и позвал его, и сказал, вот это жена твоя, как же ты сказал сестра моя, сказал ему, потому что я думал, чтобы не умереть. Но Авимилех сказал, что это ты сделал с нами, едва один из народа не совокупился с женой твоей, и ты ввел бы нас в грех, и дал Авимилех повеление всему народу, и сказал, зачем вам эти неприятности, не трогайте его жену. Понятно, да? Здесь все понятно? И тут после того, как Бог благословляет его, несмотря на то, что он точно так же поступил неправильно со своей женой, как поступил его папа Авраам, ну, вы помните, Сергей, что папа поступил два раза плохо, а он только один, был лучше папы. Да? Они говорят, иди отсюда, потому что ты сильнее нас. Послушайте, если бы мы это сказали нам, а мы были сильнее, то мы бы сказали, что? Я иди, это вы все идите отсюда. Да? Но он был таким смиренным парнем. И он говорит, слушай, удалюсь, удалюсь, уйду. Исаак удалился, и расположился сатрами в долине Герарской, и поселился там. Ну, ушел, кстати, недалеко, в долину Герарскую. И вновь выкопал Саак колодцы воды, которую выкопали были во дне Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которые назвал их отец его. И копали рабы Сааковой в долине, и нашли там колодец живой воды. Не просто колодец, а колодец какой-то живой воды. Хорошая вода, видать, была. И спорили пастухи Герарские, ну вот просто нормальные эти ребята. То есть, они для начала завалили, тот откопал, а они начали спорить. При всех делах он был сильнее их. Вообще непонятная история. Вообще непонятная история. Говорили, наша вода. Ну, мы завалили, ты откопал, вода чья? Наша. И нарек он колодец имя Есек, потому что спорили с ним. И выкопал другой колодец, и спорили также о нем. И нарек ему имя Ситна. И он отдалился, оттуда выкопал иной колодец, о котором уже не спорили. И нарек имя Реховов. И сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. И оттуда пришел он в Версавию, и в ту ночь явился ему Бог. Вообще, когда читаешь это, меня лично это удивляет. Мы живем на Украине. С водой тут проблемы есть? Нет. Нет, с водой проблемы нет. А вы встречали людей, которые копали колодцы? Да. А вы знаете, что они иногда копают и воды нет. Они иногда копают, а воды нет. И бросают, начинают копать в другом месте. Ну, или зовут мужика, который с такой с рамочкой ходит, говорит, здесь вода. Ну, умные, продвинутые берут карты, специальные есть карты, где написано, где водные слои, как они пролегают, на какой глубине. То есть, иногда мы в нашей стране живем, а там воды глубоко надо копать. Не всегда можно выкопать колодец, там будет вода. Но здесь написано, слушайте, он копал, они спорили, он отходил в сторонку, говорил, выкопай-ка я здесь. И опять удачно. Опять спорили, ну, ладно, отойдем в сторону. Бах, а там опять вода. Понятно, что это на самом деле не совсем естественно, учитывая, что там не Украина. И копал он недалеко от пустыни Негев. Понятно, да? То есть, там не так с водой хорошо, как нам бы хотелось. Но он копал и находил. И это благословение. И дальше Бог ему что? является. И говорит, я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобой и благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего. и он устроил там жертвы. По-моему, дошло. По-моему, таки дошло, что его жизнь, она зависит от Бога. И что даже материальные благословения не решают проблем, а наоборот могут их принести. и даже успешные копания колодцев могут являться тоже проблемой. И Бог ему является и говорит, сынок, не бойся, я с тобой. И повторяет то, что он сказал ему раньше, чтобы он понял, что несмотря на то, что он сделал, не совсем все правильно, он не лишился заботы Божьей и обетований дарованных ему, которые принадлежали раньше отцу его Авраам. Далее мы видим историю, которую мы разбирали достаточно подробно, мальчика 70 с лишним лет, который по наущению мамы обманул папу и вынужден был уйти из дома, опасаясь мести брата, и ушел он оттуда и встретился, не, он еще не встретился, ушел он оттуда, ушел он оттуда и лег спать. 28 глава. И видит сон. Мальчик видит сон. шел он, кстати, понятно, в город Харам и видит сон. Вот лестница стоит на земле, вверх ее касается небо, и вот ангелы Божии сходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, я Господь, Бог Авраама, отца твоего, Бог Ицхака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. Опять про что речь? Опять про землю. Это мне напоминает старый фильм, итальянский был, когда он жил на необитаемом острове, сделал себе кинотеатр, садился, говорил, фильм опять про море. Так тут опять про землю. Я дам тебе и потомству твоему, и потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословлятся всеми не твоем, все племена земные. Итак, чего мы слышим? Земля, семя, благословение всех племен. Повторение мать учения. Третий раз одно и то же. Почему мы говорим Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова? Потому что это обетование пришло от Авраама к Ицхаку и к Якову. И другие потомки Авраама и Ицхака этого не наследовали. Это обетование досталось только в конце отцу нашему Якову. Каким бы он плохим нам ни казался в наших глазах. Все досталось ему и его детям. Поэтому евреи до сегодняшнего дня указывают, что эту преемственность Авраам, Ицхак и Яков. Понятно? И вот Я с тобой сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь и возвращу тебя в землю сию, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполни того, что Я сказал тебе. Яков пробудился от нас и сказал, истинно Господь присутствует на месте всем, а Я и не знал, и убоялся и сказал, как страшно место сию. Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные. И стал Яков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовным и поставил его памятник и возлил елей наверх его. Итак, камень был большой? Не написано. Сто процентов не написано. Поэтому, поскольку не написано, я спрашиваю, большой он такой, что он мог поднять мудрость, что он его поставил. Если положил, потом, ну, может, больше он был вот таким, но плоским. Но не тяжелым. Нам, евреям, тяжелое поднимать нельзя. Нам вредно. Понятно, что памятник был, ну, не очень большого размера. И он взял чего? Елей и шел, налил наверх его. А елей зачем брал? Осветить. Правильно, еще какие мысли? Шо? Я не с... Вам жертвоприношения. Понял, хорошо, еще. Вам не надо говорить. Ну, какие идеи? Он интересно назвал, я понял. Лил зачем? Там много интересного написано. И до, и после, и во время. пока интересует вопрос, зачем лил елей? Не бойтесь. Послушайте, можно подумать, можно подумать, я приехал из Киева, я приехал из Киева сюда, ответов не знаю, и я вот приехал за тем, чтобы узнать у вас, как правильно, я сам не в курсе, не местный, поэтому у вас спрашиваю, как правильно, я же спрашиваю для того, чтобы узнать, как вы понимаете, вот у Сергея, к примеру, я не спрашиваю, потому что я знаю, как он знает. Правильно, мои хорошие, так это же хорошо, это же неправильное мировоззрение, вас в школе учили о том, что пятерки получать, это хорошо, а двойки получать, кто из вас был отличником? О, есть, отлично, скажите мне, пожалуйста, вы двойки получали? Бывало, спасибо, было, да, они же отличниками были, а все равно умудрялись? В нашем мировоззрении двойка это неплохая оценка, ошибка это хорошо, потому что можно научиться, как правильно. Но, послушайте, мои хорошие, в другом мировоззрении, где была ошибка плохо, это значит нужно было скрывать, прятаться, изворачиваться, не принимать, делать все, что угодно, лишь бы ответить правильно. А кому нужен ваш правильный ответ, если вы неправильно понимаете? Что там происходит в задних рядах? было видно, что с ним этот был сон. Очень недуховный парень был. Если налить на камень елей, он будет отличаться от всех остальных. Достаточно долго. Достаточно долго. понятно, да? Иначе было бы затруднительно найти этот камень. Понятно, да? Ну, они все похожи. Я не думаю, что там камень был какой-то сверх выдающийся, что вот раз и сразу его нашел. А если на камень налить елее, то его можно будет найти намного легче, потому что он будет отличаться от всех остальных. Понятно, да? Конечно, духовный смысл очень приятен. Но иногда не стоит забывать и о обычном практическом смысле. Тем более, что он был не простой парень, а практик. Его интересовали практические аспекты аспекты его жизни. И поскольку он поставил памятник, он уже совершил определенный труд, и именно так испугался, что нарек ему место в Эфилии, прежде место этого был луз, и положил Иаков обед и сказал, здесь действительно происходит очень интересная вещь. Мы видим, что он вступает в какие-то взаимоотношения с Богом посредством обещания, которые он ему дает. да? Положил обед. И свой обед он начинает со слов каких? Если. А это что? Ага, а Бог ему пришел и именно говорит, если чего ты сделаешь, то я тебе за то или что Бог говорит? И говорит, и не оставлю пока не исполню. Какие-то условия есть? ровным счетом никаких. А он говорит, так, не надо мне просто так. Давай по-нормальному. Если ты это сделаешь, то я тебе нормально практически парень предложил откат 10%. Ну что Богу именно так просто это делать? Должен же быть у него какой-то интерес. И он включает условия, которых не было первоначально. Нет, а Бог что, не обещал быть с ним? Вот я с тобой сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. Обещал? А какие, чего не обещал? Что добавил? Яков? Вы читаете какую часть? Я возвращу тебя и не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал. Вот я с тобой сохраню тебя везде. все нормально. О, хлеб и одежду. Приложение. Он говорит, кстати, из всего того, что ты дашь мне, я дам тебе. Но кстати, ты забыл сказать, что ты мне дашь хлеба и одежды. поэтому мы побоспокоимся за это. Заключим с вами завет. И скажем, что надо забывать не только те аспекты, о которых вы помнили, но и то, что мне нужен хлеб и одежда. И этот камень, который я поставил памятник, будет Домом Божиим. Интересно, а был этот памятник когда-то Домом Божиим? Почему нет? Согласен. Наверное, потому что Дом Божий никогда не стоял в Эфиле. Но Дом Божий стоял когда-нибудь в Эфиле? Ну, само название отлично, а там он был? Ну, простые вещи. Послушайте, друзья, это же просто. Название есть. А Дом говорят в 17 километрах от Иерусалима, да? Храм Соломона стоял где? В 17 километрах от Иерусалима? Кто это говорил? На заборе написали? Там дрова лежат. Там пишут разное, а лежат там дрова. Понятно нет? Еще раз. Храм был где? Место, которое избрал кто? Адем его избрал? В Иерусалиме все нормально, не в Эфиле. Гора моря. Гора в Иерусалиме там все нормально, она до сих пор там стоит. послушайте, ну так нельзя метаться от храма Соломона к жертве Ицхака. Мы о чем сейчас говорим? Мы о месте, где стоял храм, говорим. Стоял он когда-то в Эфиле? Нет, все нормально. Нигде этого не написано. Даже на заборе не писали. Понятно? Исполнил он свое обещание? По-моему, навряд ли. То есть он берет на себя обетование, обещание, вступает в заветные отношения, в отношения обещаний, да? 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 Ну, кто-то вообще-то или да? он говорит и положил Иаков обет. Это обещание. Он говорит, слушай, если ты вот это, то я тебе вот это. Это взаимоотношение обещания, обета. Он вступает в завет и должен исполнить свою часть обета. Должен исполнить. Бог говорит, слушай, я тебе сделаю это. Бог сделал то, что обещал? Да. А он сделал, что обещал? Нет. Погорячился. А? Ничего. Уже ничего. Встретимся, когда с ним, спросим. Отец наш, Яков, что ж ты так? Что ж теперь? Он скажет, все, теперь уже ничего. Я уже здесь. Уже на земле ничего строить не буду. Все будет уже там. Понятно, да? Просто мы должны обращать внимание на некоторые мелкие детали. Очень много, к сожалению, людей обращаются к этому месту как к взаимоотношениям обета между Богом и человеком посредством даяния десятины. писаниям. Понятно, да? Еще раз только медленно. Многие люди обращаются к этому месту писания как месту, где человек вступает во взаимоотношения с Богом посредством материального даяния. В данном случае десяти процентов от всего, что он получает. я просто обратил внимание, что неизвестно, как он давал десять процентов, кому он давал эти десять процентов, или посредством кого он давал Богу эти десять процентов. Мы не знаем, может и давал, может хорошо все было, но то, что он обещал построить дом Богу, вот с этим как-то не срослось. Понятно, да? Что-то вы засыпать стали. Уже недолго осталось. Просто так ничего не написано, сто процентов. Написано, что иногда мы можем брать на себя обетование, обещание и не исполнять их. Его никто не просил. А нас что, всегда просят давать какие-то обещания? Я еще раз повторяю, ничего уже с этим не сделайте. А это другой вопрос, я же не знаю, что вы обещали. Написано, что лучше не обещать ничего Богу, если вы не будете этого делать. Лучше не надо, зачем вам? Ну, не давайте опрометчивых обещаний. с теми, что уже это к вашему раввину. Подойдите, поговорите с ним. Он вам расскажет, что делать. Понятно, да? Итак, мы закончили с передачами завета. Авраам, Ицхак и Яков. мы видим, что было передано обетование земли, наследство и благословение всеми всех племен земных. Понятно, да? Дальше. Смысл всего этого ради того, чтобы потомки ходили этими же путями отца нашего Авраама Ицхака Якова. Понятно? Какую часть, если мы являемся верующими из язычников, мы можем сказать, Бог пообещал нам. Он пообещал Аврааму, пообещал Ицхаку и пообещал Якову. Верующим из язычников, извините, никто ничего не обещал. Да, это обещание, которое получил Авраам, Ицхак и Яков распространилось на нас. Оно распространилось на нас. Но не было при этом обещано нам. Разницу чувствуем? И когда мы приходим и говорим, это нам принадлежит, законный вопрос, вам ничего не принадлежит, вам по милости досталось, обещали потомкам Авраама, Ицхака и Якова. Разницу чувствуете? Им потомкам Авраама, Ицхака и Якова по обетованию им обещан, а всем остальным из милости. Разницу почувствовали? Завтра, я надеюсь, Бог будет милостив и мы перейдем таки к Синайскому разницу.